В Коврове на пожаре спасли из огня женщину-инвалида. ЧП произошло 14 января. В 12.40 в службу спасения позвонили взволнованные прохожие и сообщили, что из квартиры жилого дома по улице Комсомольской на 9 этаже идет дым. Пожарные выехали на место незамедлительное. К их приезду на балконе квартиры уже башевало открытое пламя. Соседи сообщили, что внутри находится женщина-инвалид, который не удалось покинуть квартиру. Огнеборцы вскрыли жилище, быстро нашли пострадавшую, вынесли из огня и передали врачам. В это время пламя уже перекинулось на балкон соседней квартиры. Пожарным удалось справиться с огнем, не дав ему распространиться по всей площади квартиры. В результате общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Катались с горки, попали в больницу. По новогодней празднике десяткам маленьких муромлян понадобилась помощь медиков после катания на ватрушках. Об этом сообщает телеканал «Муромский меридиан». Так 11-летний житель округа получил закрытую черепно-мозговую травму, врезавшись в дерево. По информации наших коллег, данный склон не был оборудован для катания. Всего в праздничные дни в Муромскую детскую больницу поступил 71 ребенок. Большинство из них привезли в медучреждение после неудачного катания на ватрушках. Должны за газ более полутора миллиардов рублей. Именно такую сумму не заплатили 30 теплоснабжающих организаций региона поставщику природного ресурса. Лидерами по объему долга являются предприятия Александровского, Кольчугинского, Петушинского районов и Украга Муром. В компании «Газпром» Межрегион «Газвладимир», которая и снабжает должников голубым топливом, обещает применить к неплательщикам самые жесткие меры. А вот претензии по долгам дочка «Газпрома» предъявляет администрации региона. По словам газовиков, именно областные чиновники должны были погасить задолженность тепловиков в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Сменил место службы главный полицейский города Сергей Камышев. Переехал в соседний регион. Указом президента, экс-руководителя Владимирской полиции назначен на должность начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области. Камышев возглавлял Владимирских стражей порядка в течение трех лет. Имя нового главного полицейского города Владимира пока не разглашается. Стал чемпионом страны. Ковровский бильярдист Антон Виноградов признан лучшим на первенстве России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Казани в начале января. Принимали в нем участие юноши до 16 лет.